Во мне жила вот внутренняя гомофобия и росла буйным светом, наверное, лет 30. Я всосала вот эти вот совковые штампы с молоком своей мамы. Но у меня было ощущение, что я сижу в школе. Вот за партой тебя посадили вот так, и ты сидишь. Я какие-то выводы сделала, с теми не работай, туда не иди, тот тварь, тот говно, а вот этот хороший. Когда тебе под 40 лет, и ты сидишь у разбитого корыта, как тебе кажется, снимают меня с нерабочей стороны твари. Когда я слышу, я такая честная, вот честно вам скажу, мне кажется, это х**ит. Здравствуйте, рада приветствовать вас на канале Политека Лайф в студии Инга Мизерия. И наши гости сегодня Монро, автор блога Неугомонная Монро. Привет, моя дорогая, мы с тобой встречались ровно год назад. Я помню, перед днем Святого Валентина. И обсуждали любовные вопросы. Ну что-то мы из себя вытягивали, и что-то вытянули. Я тоже рада очень тебя видеть, и я слежу за твоим блогом, за твоим фейсбуком. И я вижу, что, в принципе, за этот год у тебя тоже много интересного произошло. В том числе я вижу, что ты появлялась в утреннем шоу на одном из больших телеканалов. На центральных. Вот, и попробовала себя уже немного в другом амплуа. Но скажи, пожалуйста, как тебе это? Ну, я уже была знакома с телевидением в 2012 году. У меня было свое шоу не утреннее, а ночное в 23.30 на одном из, ну, таких вот не центральных каналов. Но это было мое шоу. И я знала и прочувствовала на себе вот эту телевизионную кухню. Но спустя вот 8 лет, я не могу сказать, что телевизионная прям очень сильно поменялась. Все равно есть формат. Однозначно, мы попробовали. Я рад, да, это был прекрасный месяц экспериментов. Но, опять же, утренний эфир не для меня. Хотя мы выходили в записи, но снимали по утрам. Затем вот формат и наличие других ведущих в кадре, это тоже меня очень сильно сковывало. Потому что я могу сыграть определенную роль, задачу, которую мне поставили, быть экстравагантной, эксцентричной, но в меру. Но все равно вот проникает вот эта вот моя энергия, которая все еще неугомонная. И очень многие начали писать, что я затмила, мол, ведущих. Хотя моей целью не было кого-то затмить. Я уже не в том возрасте, не в том статусе, чтобы кого-то затмевать. Я вообще не понимаю, зачем вот приходить и затмевать. Ну, в 20, 25, 30. А куда деть харизму, ну, понимаешь? Вот, вот, понимаешь, ее-то просто нужно перенаправить в нужное русло. Мы остались в прекрасных отношениях. И дальше продолжаю сотрудничество с этим каналом. У меня своя авторская рубрика в Пыкувид Монро. Именно с нее мы и начинали. И плюс мы планируем делать такие серии репортажей. То есть, я уже буду выступать в качестве интервьера. Либо же вот это тет, либо же где-то на тусовках. Но это все будет связано с шоу-бизнесом и вот с около-шоу-бизнесовой тусовкой. Но, повторюсь, телевидение современное, вот на центральных каналах, развлекательное. Оно вот все такое же, какое было 10 лет назад. Хотя публика постепенно меняется, но все со скрипом. Я думаю, причина в том, что часть людей, ну, более что ли прогрессивных и сознательных, все-таки ушло вот в диджитал. На ютюб, в социальные сети, в телеграм. И вот там вот своя история, своя жизнь. О телевидении это 35-40 плюс. Ну и вольготно себя чувствуют новостные каналы. Новостные каналы, конечно, у нас в расцвете. Но туда я не хочу лечь, потому что политика меня разрушает. Ну, а вот то, что ты говоришь, что телевидение не поменялось. Что ты имеешь в виду? Ну, стало все красивее, масштабнее, психологически. Я тебе объясню просто. Вот села я и сижу. Шаг вправо, шаг влево, это уже дискомфорт. Понимаешь? А я, я помню, в школе я не могла высидеть в 45 минут. Для меня это была пытка, еще и молчать. Это сейчас вроде в школах уже такие интерактивные уроки, каждый высказывает свое мнение. Но у меня было ощущение, что я сижу в школе. Вот за партой тебя посадили, вот так, и ты сидишь. Чтобы что-то сказать, нужно поднять руку, встать. Ну, какое-то есть... Да, естественно, чтобы телевидение не превратилось в балаган, в разбортошатание, есть определенные рамки. Но я птица вольная. Я, ну, я уже 4 года на ютубе активно развиваю свой канал. Я сама себе хозяйка. И для меня было очень сложно вот держать какую-то вот одну ноту. И, знаешь, глазами показывать какую-то свою реакцию, свое мнение. Ну, плюс тексты были написаны. Ну, и как-то вот я королева импровизации. Мне даже сложно повторить два раза вот то, что я сказала. Когда меня снимают в кино, либо же там в сериалах, а такое тоже, наверное, случается. Кстати, в прошлом году вот вышла же премьера «Свингер-2». Мы как раз обсуждали это, да. И где-то я еще засветилась. Ну, в общем, где-то я еще снималась. Я просто стараюсь сейчас жить настоящим. И вот что было в прошлом году, я уже как-то так, знаешь, вспоминаю по напоминалкам в Фейсбуке, либо же в Гугл Фото. Но вот я сейчас так настроила свой мозг и свое сознание, что вот прошлое, оно осталось в прошлом очень класс. Я какие-то выводы сделала. С теми не работай, туда не иди. Тот тварь, тот говно, а вот этот хороший. Здесь мне понравилось. То есть я такие себе маркеры ставлю. И вот все равно вот настоящее и будущее меня больше интересует. Да, и вот этот вот форматность, форматность. Монроник, говорите слильно громко. Ну, допустим, там. Либо же там, нельзя ли погромче, слильно тихо. Там, это все можно. Естественно, сыграть, отыграть. Но, а нужно ли это мне? Ты знаешь, я все чаще и чаще прислушиваюсь к себе, к своему первому мнению, к своему первому впечатлению. Не гонюсь уже вот за тем тщеславием, вниманием и всепоглощающей популярностью. Тетя Маши, дядя Коли. Ну, я все так же неинтересна. Для них я диковинная штучка. Странная птица. Я не хочу сейчас говорить грубые оскорбления, которые мне продолжают писать. Опять же, на моих личных страницах все сахарно-диабетно, патокно, так приятно. А когда тебя, допустим, отмечают на фотографии, на другой странице, там читаешь ты реальную картину. И не все так радужно. И я до сих пор непонятно, неприятно, раздражаю. И телевидение это, давай не забывать, рейтинг. Ну, рейтинг, я уверена, ты даешь. Я-то даю рейтинг, но еще есть, опять же, аудитория. И, к сожалению, а может и к счастью, современная молодежь, хотя сейчас молодость, раздвинула свои рамки вплоть там до глубокой зрелости. Но, опять же, давайте не забывать про физическое старение и маразм. Но все равно, допустим, мы говорим про молодежь, там вот 15, окей, 18, 35, это активная аудитория. Она не смотрит телевизор. А если смотрит, то должны быть какие-то очень громкие темы, такие актуальные, которые действительно беспокоят общество. Ну, вот как сейчас коронавирус. Либо же, опять же, ситуация с, вот что у нас сейчас было на слуху, Евровидение. И, естественно, да, можно посмотреть на Ютьюбе трансляцию, но все равно мы продолжаем включать телевизор, там настраиваться на канал и на большой экран. Плюс, допустим, там прямая трансляция в Ютьюбе, она может тормозить, а все-таки телевидение, сигнал, он более качественный, как-то вот ты влазишь в телевизор. Хотя я смотрела вот нацотбор на Евровидении три часа, я на первом часу словила себя на мысли, что у меня вот такая голова дурная от рекламы. Я телевизор не смотрю лет восемь, я его подарила, помню, в один прекрасный солнечный весенний день. Я поняла, все, хватит. Хватит, он мне засоряет мозг. И я его выключила из розетки, дабы вот не было соблазна, знаешь, включать-выключать. И буквально вот на следующий день я бросила клич, кому телевизор, я его подарила. И вот я не смотрю, и иногда вот я, знаешь, включаю где-то телевизор с рекламой, со всеми этими подводками-заводками, и у меня вот такая голова. На Ютьюбе, слушай, я паузу поставила, пришла себе, потискала кошек, сварила себе кофейку, повтыкала, ну, кто куда втыкает. Вот и все. Слушай, ну, мы понимаем, что, конечно, 50+, это в основном аудитория каналов, да, люди, которые смотрят. Но ведь этот возраст, это те, кто были молодые, когда появилась независимость Украины, те, кто застал сексуальную революцию, те, кто знали, что в Советском Союзе секс был. Почему до сих пор присутствует вот та самая, как бы там, зашоренность, отторгание того, что есть в Европе, когда мы идем в Европу, мы же даже в Конституции записали. Ну, скажем так, трагичное. Не хочется говорить с штампами, но такие слова более понятные. Самое вот для меня и удивительное, и трагичное, это то, что мы стараемся жить в трендах. Мы эти тренды знаем, но мы их не то, что принимаем выборочно. Это нам нравится, это подходит, а это нет, оставьте себе. А так не бывает. Понимаешь? Ну, не бывает так. Ну, ты не можешь сварить блюдо по рецептуре, исключить из него буряк, морковку, лук, и назвать это борщом. Не бывает так. Вот поэтому это, ну, ментальность наша. Я думала насчет того, что 50-летние Маши и Коли, которые смотрят телевидение, они 20 лет назад были 30-летними молодыми. Слушай, мать, мне 42. То есть, 20 лет назад мне было 22 года, я начинала свою карьеру. В прошлом году, кстати, отметила. Помню, помню. Творческая деятельность, ну, как я называю, потому что очень многие думают до сих пор, что я тунеядка и, главное, бездельница страны. Шатается 20 лет, ну, не, 20-10 активно по каналам, что-то рассказывает, умничает. Вот, на самом деле, ну, я 20 лет занималась именно построением личного бренда, чем вы сейчас занимаетесь, мои дорогие, и очень активно. Вот, и я вот тоже не понимаю, но им было 30 лет, они были, ну, ну, реально молодые. Я говорю сейчас даже про киевскую аудиторию. А смотришь, опять вот 50-летние, уставшие, обозленные, либо же поникнувшие, состарившиеся люди. И вот ты думаешь, что они делали 20 лет? Вот что они делали 20 лет? Почему они не перестроились? И ответ один. Они не захотели. Просто не захотели. Они думали, что всю жизнь будет 30. Они всегда будут молодыми. И всегда кто-то за них примет решение. Они вроде бы слышали про тренды, про диджитализацию. Вот сейчас я заметила, вот эта аудитория 50+, пришла на Фейсбук. И у меня в комментаторах появились такие дамы и мужчины. Не хочется оскорблять, там, знаешь, там, такими категориями, как тетка-дядька. Нет. Дамы и мужчины. И вот они даже вот по тону комментариев вот мыслят очень-очень по-совково. И я думаю, у меня тоже это есть, кстати. Особенно, когда я там записываю видео дома. И первая там песня, которую я хочу спеть, это Аллегрова. Это сразу, а, выдает мой возраст, б, выдает мое воспитание. Знаешь, вот я всосала вот эти вот совковые штампы с молоком своей мамы. Это как телефон. Ты купила телефон, ты, ну, допустим, там, модель айфона восьмого. И тебе приходит перепрошивка на девятый. Вроде перепрошивается, работает плохо. Перепрошиваешься на десятый, уже там половина программ не тянет. И все. То есть, первый айфон не перешьешь на одиннадцатый. Ни при каких раскладах. И тут, окей, проваленная государственная информационно-образовательно-культурная программа. Просто провалена. У нас даже нету, наверное, ее так вот идем какими-то мелкими шагами. Здравоохранения, ну, последние события показали, что просто, ну, не готовы. Просто не готовы наши, наши врачи, наша медицина не готова. Это же коронавирус. Она не готова, мне кажется, тут, тут, тут коммунальные службы не готовы, чтобы снег убирать. Это намного проще. И вот... Поэтому в этом году снег решил не идти. Это так хорошо, это так приятно. И я сэкономила на отопление. Думаю, многие из вас тоже надеются. Да, и не стоит возмущаться и посыпать голову пеплом, что все пропало. Что все такие. Нет. Ну, вот пару поколений вымерет. Мое сзади меня, сзади еще вот тех людей, которые сзади меня. И ситуация будет постепенно налаживаться. Все-таки мы почувствовали, знаешь, вот что классно. За 20 лет дух свободы. Вот я как раз вот прямо дух свободы, ты вот прямо сорвала у меня. Вот почувствовали немножко, и 5 лет назад я бы не могла даже себе представить, что я буду сидеть в утреннем эфире на центральном канале и рассказывать там про наших звезд. Я бы представить себе это не могла. Да, точечно, раз, как какая-то специя, как еб... Ну, вроде как бы с мозгами. Окей. Ну, чтобы я стабильно сидела и вещала. Да ты что? Слушай, ну вот дух свободы, мне кажется, ну это мое субъективное мнение, что ты достаточно много это привнесла, да? То есть вот какой-то, ну не то, что там толерантность. Я говорю сейчас не о толерантности, а о том, чтобы показать, что в человеке надо в первую очередь сидеть ум, стиль, харизму, а не свои личные представления. Судить его по его поступкам. Понимаешь? Это очень важно. Не воспринимать человека через призму, его ориентации, его цвета кожи, его размеров. Я сама учусь принимать. Ты не поверишь, во мне жила вот внутренняя гомофобия и росла буйным светом, наверное, лет 30. Я себе боялась признаться, кто я такая. Так большинство людей, даже неяркие представители ЛГБТ-сообщества, боятся себе признаться, что они из себя представляют, что они хотят. Вообще зачем они на этой земле? Вот когда я спрашиваю свою аудиторию, вот какая самая большая ценность вашей жизни, вот миссия. Очень многие женщины отвечают, родить ребенка. Я говорю, окей, вот вы родили ребенка, вырастили до 18 лет, он ушел в свободное плавание. Почему тогда живете? Ждут внуков? Подождите секунду, ваша главная цель была родить, вырастить ребенка. Все, пожалуйста, не занимайте места тогда, будьте последовательны. И вот тут начинаются, конечно, две ситуации. Либо же на меня начинают наезжать, в очень агрессивной громкой форме, даже мои подружки, которые уже вырастили детей. Ну, либо же так люди переводят тему... Давайте еще по бокалу. Понимаешь, это вот, что касаемо целей и задач. Я, по крайней мере, в себе разобралась. И я разобралась в отношении к аудитории. И я не претендую, наконец-то, хотя, возможно, лукавлю, чтобы меня тут приняли все, полюбили, восторгались мною. Для публичного человека это очень важно. Для человека в телевизоре, такого вот с задатками, знаешь, нарцисса, с легким таким вот невротическим расстройством. Ну, все артисты такие. То есть, если артист тебе рассказывает, что он в дзене, спокойный и такой вот, значит, наполненно гармоничный, ну, это даже не артист, это, ну, это просто проект, скажем так. А если вот человек действительно творец, я не говорю сейчас конкретно про род деятельности, поэт, художник, как у нас принято. Значит, творец, поэт, художник, он что-то должен вот создавать, либо же там какое-то прикладное искусство, а тут ваять в вазу, либо же статуэтку. Нет, ты можешь быть творцом своей жизни, и твоя жизнь будет примером. Почему сейчас модно на ютюбе лайфстайл? Понимаешь, вот о чем я говорю? И вот люди, которые вот в состоянии постоянного поиска, и которые уже определились своим примером, могут продемонстрировать, что есть жизнь за гранью телевидения. Я сейчас ни в коем случае не умиляю современное телевизие, потому что я в этом телевидении варюсь. Я продолжаю в нем вариться. Но все-таки вот стоит, стоит немножко выйти, выйти хотя бы за грань там 10 каналов, которые вы смотрите. Слушай, ну вот я знаю, что у тебя в подписчиках в ютюбе достаточно много вот молодежи, вот как раз тех неопределившихся, которые не чувствуют в себе уверенности, что они те, кем их видят другие. Извини меня, перебью. Самое интересное, что при нем в молодежи есть еще огромная армия взрослых людей, которые тоже не определились. Просто не определились. Это самое страшное. Ладно, я там 15-й не определился, 18-й еще окей. Но когда тебе под 40 лет, и ты сидишь у разбитого корыта, как тебе кажется, и вот, ну, это очень часто и пишут, и мы это обсуждаем, у меня достаточно такая открытая аудитория, и никто не стесняется там в прямых эфирах, либо же там в комментариях озвучить как-то свою историю, и не то, что спросить совета, просто выговориться. Страшно идти к психологу. Страшно признать себе, что тебе под сраку лет, и ты просрала. Либо же просрал, но мужчины менее, кстати, эмоциональные, менее так вот в этом плане, скажем так, ну, они, как-то у них все хорошо. У современного мужчины украинского все хорошо, пока на одного мужчину три женщины. Вот, в основном я говорю про женскую аудиторию. И вот это намного ужаснее. А молодежь, их больше беспокоит, как не реагировать на критику, на хейт. Вот ты начинаешь вести, допустим, там ту же страничку в Инстаграме, и твои одноклассники. Ну, потому что когда ты уже где-то учишься в высшем учебном заведении, всем как-то похер. Уже все разбились по компаниям, первые наркотики, первые беспорядочные половые связи, плюс-минус, какие-то вот свободные уже отношения, потому что ты уже наконец-то выпорхнул, у тебя свобода. Ну, я по себе сужу, по себе сужу, хотя у меня было такое бухло, и я не сильно, как бы, зажигала в плане... Ну, слушай, когда это было? В нулевых. Какое нулевых? В девяностых. Да, сложно было познакомиться. Сейчас, раз, 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 клык-клык, и вечер на полшишечки. Вот, ну, слушайте, вообще, я, я, наверное, поставила памятник человеку, который придумал вот эти вот тиндеры и другие приложения для быстрого знакомства. Главное, предохраняйтесь. Вот, и молодежь больше интересует, вот, подростков, как дать отпор. Моменты первой любви, первой влюбленности, особенно если человек ощущает себя представителем нетрадиционной ориентации. Я говорю сейчас про геев, либо же про трансгендеров, вот, с ними посложнее, конечно. Потому что девчонки, как-то вот они бойкие. Есть, конечно, девочки такие вот неформалки, изгои, но они всегда находят свою какую-то вот тусню. А вот молодые люди, они более такие ранимые, что ли. Вот, я всем советую, если прям накрывают, учите китайский. Почему? Это такая аллегория, знаешь? Не, я просто думаю, может быть, хороший совет, я еще не пробовала. Знаешь, когда вот напишут тебе такую, не тираду, письмо целое, наполненное переживаниями. И я понимаю, что человек в этом погряз. И он ни о чем больше другом думать не может. Я говорю, начните учить китайский, просто отличуйтесь. Слушай, ну а вот по поводу, там, молодежи, как ты чувствуешь? Сейчас она уже не такая, как была, когда, там, ты, там, я были совсем молодыми? Во-первых, молодежь более проинформированная. Она уже владеет терминологией. Не всегда в ней разбирается. То есть, характеристика ацехто, мужик чебаба, уже отпадает. Все научились выговаривать ЛГБТ-сообщества, геи, лесбиянки, гомосексуалы, трансгендеры, бисексуалы. То есть, в терминологии уже все варятся. Там, никто не стесняется сказать слово «вагина». То есть, это не вызывает какого-то ужаса и слез на глазах, страха. Ну, конечно, есть категория до сих пор таких вот диковатых, я бы сказала, подростков. Но это, скорее, проблема вот в семье. То есть, было такое воспитание очень авторитарное, закрытое. Ну, не закрытое, огражденное, скажем так. А больше молодежь, она в интернете, она в социальных сетях и все звезды. Все звезды. Ну, не все образно, но большинство из них звезды. Они ориентируются на молодых блогеров, 16, 15, 14 лет, миллионники, миллионники. Естественно, все хотят легких денег. Я тоже хотела. Слушай, я 14 лет мечтала, но я рассказывала об этом не раз, чтобы за мной на Брачеговку приехал Дональд Трамп. Я тебе рассказывала? Нет. Как? Да весь мир она знает уже. Я мечтала. Все, теперь все те, кто не знали, не знают. Мне было 14 лет или 15. Что такое этого? Я смотрела конкурс, вот в новогодние праздники показывали Мисс Мира. Мисс Мира. А владельцем конкурса был Дональд Трамп. Тогда он еще был помоложе, хотя мне никогда пиги и вот рыжие мужчины не нравились. Но я чувствовала вот через экран телевизора на три канала. Ну вот потенциал насчет президентства я не чувствовала, но я понимала, что там громадные деньги. А я хотела все и сразу. Знаешь, мне пришли и дали. Опять же, к сожалению, мне тогда никто не объяснил, что лучше все-таки самой зарабатывать. Тогда ты в ответственности за себя и так кайфовей, так кайфовей тратить. Ты знаешь и понимаешь ценность деньгам. А я, как и многие, да и сейчас хотят. И девочки молодые, не все, не все, но все равно идет все-таки вот это дальше. Как бы так, не то что пропаганда, а демонстрация такого вот легкого заработка. Там в онлайне еще где-то. И, ну, это будет всегда, в принципе. Но времена постепенно вот этих вот инстаблядей уходят. Вот уходят. Хочется в это верить. Я не говорю сейчас прям подростков. Ну, когда ты уже 18, ты уже можешь там полсиськи и попу выставить в инстаграме. И рассказывать о том, что вы у меня фигура, я фитнес. Ну, чтобы ты понимала, 80% это эскортницы. Вот всех этих аккаунтов, которые вот с красивыми женщинами. Ну, плюс-минус. По крайней мере, они, может быть, все не признают. Но первая мысль, когда ты заходишь на подобные аккаунты, ну, явно же продает не макароны. Вот, поэтому современная молодежь, она с одной стороны другая. Но давайте не путать киевскую молодежь и молодежь, допустим, там в Харькове, либо же там в Житовере. Это совершенно разные истории. Ну, плюс-минус там нос по ветру держит. Это приятно. Это приятно. У меня много вот поклонников, много адептов секты Неугомонная Монро. 18 лет, 20. Ну, прям совсем дети нет. Это не моя история, а не Вера Брежнева. Игру по времени истекло. Я чуть-чуть постарше и поглубже. Но радует то, что людей, думающих все больше и больше. Слушай, ну вот, если не считать там твоих обзоров, которые ты делаешь по Евровидению, по другим там конкурсам, а говорить о том, ну, вообще, какую-то там мотивацию людям задают, да? У тебя остался еще мотивационный понедельник, да? Конечно. У меня возобновилась на канале рубрика «Вопрос-ответ». Я поняла, вот знаешь, после нашего кратковременного постоянного свидания с телевидением, что свою аудиторию, YouTube-аудиторию, интернет-аудиторию я стала любить еще больше. Потому что вот это прям свежайший воздух. Знаешь, вот ты подходишь к окну, ты закрыла на ночь окна, потому что экономишь отопление. Накрутила батареи на ноль, обложилась с кошками костюм спортивный, одела, надела, надела, надела. Меня за это хейтят. И дрыхнешь так в теплоте, знаешь, и утром проснулась, открываешь окно. Я говорю, свежий воздух на тебя дунул. Вот это вот моя аудитория, и это приятно. Ты, можно сказать, что ты работаешь психологом? Нет, я это каждый раз, я каждый раз на этом акцентирую внимание. Пожалуйста, не воспринимайте мои слова прямо как руководство к действию. Я даю рекомендации, я отвечаю на конкретно заданные вопросы. У меня нет психологического образования. Я скорее такой вот психолог человеческих душ. И я, наверное, больше вот такой вот мотивационный коуч, человек-поддержка. Та вот такая вот пощечина адеквата, которая очень нужна. Потому что я не церемонюсь. Вот реально я не церемонюсь, я сопли не утираю. Я не размазываю манную кашу и пюре по тарелке. Как-то у меня все больше конкретно и по делу. Хотя я и сопереживаю, и сочувствую. Но я чаще бываю очень категорично. И порой, ну, не прям так жестоко, а немножко даже безжалостно. Ну, вот я просто не понимаю, как можно долго страдать по разорванным отношениям. Я его так люблю. И я так говорю, ну, учим китайский. Учим китайский. Слушай, ну вот ты такая свободная, да, и ты все время на этом акцентируешь внимание. Я имею в виду, ну, там, как бы в отношении к жизни, да. Да, да. В принципе, ну, у нас в современном мире, да, в основном, как бы люди рассчитывают либо на свою работу, да, какую-то стабильность. Я имею в виду в данной ситуации, да, там, финансовую, да. Либо на своего партнера, да, который там является их финансовой стабильностью. Мы говорим про Украину. Люди рассчитывают скорее на партнера семью, потом на работу. Потому что у нас партнерские отношения, брак, это скорее традиция и так проще выжить. Хотя во всем цивилизованном мире ты рассчитываешь только на себя. Вот когда ты говоришь, там, телевидение, ну, мне там мало места, я там не готова на постоянную, я не готова там на постоянную работу, да. Когда ты там готова ходить в онлайн, вести концерты, правильно? То есть это нестабильность. Вот как ты, скажем так, как ты вот чувствуешь почву под ногами. Нет, вот почву под ногами, чтобы вот быть настолько свободной. Потому что, ну, это же страшно пускаться, очень многие боятся там во фриланс, а вдруг не будет, а что я буду делать завтра? Ну, мне проще и легче. Я не типичный случай, у меня нету детей. То есть у меня пять кошек, еще там несколько собак на передержках, но на это я пока что зарабатываю. Смотри, я за последние вот четыре года, мы, по-моему, с тобой это обсуждали, очень сократила свои траты на материальные вещи. То есть я решила в этом году, кстати, впервые заявляю вот на такую большую площадку, в этом году я решила в 2020-м не покупать вообще новые вещи. Вообще. Возможно, там, какие-то порвутся и прям совсем трусов не будет, то пойду, наверное, куплю. А так, это, опять же, различные фестивали а-ля, там, Кураж Базар, это секонды, то есть я никогда не брезгивала этим, то есть новые вещи нет. У меня достаточно много и таких вот выходных нарядов, и повседневных, обуви вообще дофига. Я поняла, что мне все как-то, ну, пока я все не сношу, я новое себе не куплю. Опять же, это экономия. Дальше. Я стабильно получаю зарплату на Ютьюбе, то есть у меня канал монетизирован. И если прям совсем будет не в Моготу, я обращусь к своей аудитории. Плюс я сделала в нулевых, когда было много денег. Ой, в стране было так много денег. Друзья мои, если вы родились вот где-то там в начале, в начале вот нулевых, там, либо же в конце 90-х, то вы, наверное, не застали то время, ваши родители наверняка застали, денег было очень много. И я-то умудрилась сделать парочку таких инвестиций, которые сейчас мне приносят стабильный небольшой доход. Благодаря своему директору она мне помогла, просто надоумила. Хотя я деньги трынкала. Я сиди сшила платье по 1000 долларов. Я бежала в магазин, покупала 4 пары обуви на каблуках. Это был мой фетиш, то есть денег было достаточно много. Я была востребована в клубном бизнесе, у меня было свое травести-шоу, мы гастролировали. Вот так вот, знаешь, я была в такой динамике. Ну, у меня не так много было, как у Коломойского, наверное, но немножко было. То есть я умудрилась так немножко инвестировать. Но опять же, да, я иногда думаю о том, что завтра YouTube отключат. Все, интернета не будет. Затем случится какая-то эпидемия, людям будет не до праздника. Но это все мы прошли в 2013-2014 году. Выжили и дальше живем. Хотя стабильность, конечно, она приятна. И вот я часто в своих видео говорю о финансовой подушке безопасности. То есть вы должны инвестировать. У моей бабушки любимая была басня Крылова «Стрекоза и муравей». Ты все пела-пела-пела, так пойди-ка попляши. Я не понимала, ну как это так? Ну почему она должна работать? Там паук, по-моему, был, да, или кто-то? Муравей, муравей. Муравей, муравей. А с пауком она хружилась. Вот, и я думала, ну хочет муравей, ну пусть въебывает. На здоровье. А у «Стрекозы» под каждым кустом был готов и стол и дом. У меня вышло в жизни приблизительно так же. Но, как оказалось, моя аудитория очень щедрая. И, например, я вот уже год не покупаю косметику. Значит, мне ее дарят. Затем очень многие вещи... Нет, я повторюсь, я не типичный случай. Ни в коем случае не заводите каналы, инстаграмы. Только ради рекламы, чтобы вам все дарили и приглашали вас на шару в рестораны. Ни в коем случае. Это самая последняя причина, по которой вы вот заводите какой-то вот свой канал. Нет. Но люди достаточно щедрые. Реально щедрые. И плюс, вот, исходя из моей предыдущей... Из моих предыдущих прекрасных 20 активных лет, я поняла, что человек удается ровно столько, сколько он может потратить. Когда-то у меня бюджет был 100 долларов в месяц. И, поверь, я вкладывалась ровно в 100 долларов. Потом как-то этот бюджет увеличился в 500 долларов в месяц. И я нашла, куда их потратить. Затем этот бюджет увеличился еще больше. И вот сейчас, если мне дадут миллион, вот просто вот как-то вот у меня будет миллионный контракт с брендом, там, автомобилей люксмарки. Вот захотят они Монро на капоте. и скажут миллион. Ладно, голый, окей. А дед, то и не заплатят. Ну, какая-то, в общем, образно. То я не знаю, куда я потрачу эти деньги. Ну, я их точно потрачу, да? Нет, нет, нет. Поэтому мне такой контракт никто не предлагает. А вообще, чтобы заработать миллион, нужно вложить в себя два. Слушай, ну вот на будущее, да? Что ты думаешь? Вот какой Монро будет там через 10 лет? Насколько вот все же сейчас меняется? Да, подтяжку сделаем. Морда плывет. Я уже штудирую этот момент. Вот здесь хочу так чуть-чуть подтянуть. Потому что, ну реально, слушай, вы что, снимаете меня с нерабочей стороны, твари? Это шутка была. Я любя. Вот. Смотри. Я буду, наверное, еще больше так сконцентрирована на правильном питании, на качественном отдыхе, потому что мне не хватает реально, на экообразе жизни. Вот в прошлом году экообраз жизни ворвался просто таким стремительным потоком в информационное поле. Неожиданно совершенно. Я не ожидала от себя такой увлеченности, хотя это очень сложно в условиях вот украинской реальности, потому что мы вот просто погреблены под слоем пластика. И если бы я стал мэром Киева, в первую очередь я бы изучил вопрос и сортировки мусора, и утилизации, и переработки. А вот. Затем Монро будет, ну такая же честная, откровенная, ну относительно честная, слушай. Ну мы все тут рассказываем, когда мне, когда я слышу, я такая честная, я такая честная, вот честная вам скажу. Мне кажется, это пи***ет. Простите за мой французский, запикайте потом. А, это прямой эфир. Вот. Но, но, я уверена, что людей в таком же эмоционально-жизненном, скажем так, тонусе и эмоционально-жизненном поведении будет все больше и больше в Украине. Ну, вот такие, как Грета Тунберг. Я не собираюсь, слушай, детка, я не собираюсь... В Украине, я имею ввиду... Сейчас, секунду, я хочу сказать. Я не собираюсь никуда уезжать, уходить с экранов, с диджитал. Через 10 лет Монро все так же будет сидеть, возможно, не здесь, но где-то будет вещать. Вот. Касаемо Греты, вот таких вот интересных, нестандартных персоналей молодых, ну, вторая Грета не нужна. Понимаешь? Не нужна. И Грета, это не голос поколения. Я бы сказала, это отдельный персонаж, у которого своя четкая цель, задача. И, ну, вот такая не нужна. Ты бы хотел иметь какую-то вот такую четкую цель, задачу, и вот идти вот так, как она? Нет. Я не готова менять мир. Я готова менять себя. И, глядя на меня, люди будут меняться. Возможно, я их буду спонукаты к зминам, к желанию узнать больше. Понимаешь? Вот самое главное, что вернусь к прошивке телефона. У тебя прошивка телефона, у тебя определенные есть ценности, стандарты, клише. И вот у тебя есть авторитет родителей. Авторитет. Незыблемый. Как? Родители не могут быть неправы. А мир меняется. А наука, техника развивается с бешеной скоростью. И то, что даже 10 лет назад нам говорили, уже подвергли не то, что сомнению, уже просто это все переосмыслили. Вот нужно не бояться подвергать сомнению какие-то знания, которые вас сложили. я помню в 90-х, когда только начинала интересоваться правильным питанием, прочитала книжку, был такой врач Шелдон, по-моему, звали, он рассказывал о принципах раздельного питания. То есть, ты ешь, но не запиваешь. Ну, как оказалось, ты ешь и можешь спокойно через минуты выпить жидкость. Не запивать еду во время, когда ты жуешь, а именно вот когда уже сформировался, то есть комок вот из еды, которую вы съели, то есть тогда ты можешь спокойно запить. И то, что оказывается картошку можно есть с мясом, просто мясо должно быть там 70 грамм, картошки 20. И это прекрасное сочетание, потому что и в мясе, и в картошке есть тоже белок, то есть в картошке тоже есть белок растительный. То есть вот такие вещи, которые мне так оказались вот правильно, но они неверны. И это касается всего. И личных отношений, и образа жизни, и всего. Просто интересуйтесь, просто анализируйте, просто выберите для себя какие-то СМИ, которым вы доверяете, каких-то личностей, мнение которых, ну как вам кажется, относительно объективным является. И все. Я тоже ошибаюсь, я тоже признаю ошибки. Недавно тут обосрало очень некрасиво, ну так, участников наших, значит, вот полуфиналистов Евровидения. Я поняла, что сморозила такую заштампованную глупость. Ну, попросила прощения. Потому что я тоже прошита в 80-е и 90-е. Я девочка, рожденная в СССР, я не устану это повторять, хотя многие меня хейтят. Ой, менрую, перестаньте вспоминать СССР, перестаньте критиковать. Но я помню. Я помню. Наша эстрада, она уже не помнит СССР? Я имею в виду, вот молодежь, она уже другая, молодая эстрада? Или все-таки это тоже впитанная с молоком матери? Та, которая на центральных каналах музыкальных, это все-таки еще отголоски совка с претензией на современное звучание. Но опять же, это все ориентировано на обывателя. Когда-то я в одном интервью сказала, что бытовой алкоголизм украинцев это просто спасение для наших артистов. Потому что большинству песен вы потрезая и слышать не будете. Ну, не будете. Ну, реально. Ну, нужно гаситься и пошла. Я сейчас не называю имен, но думаю, все поняли о коме. А вот. Ну, либо же там от печали до радости. Вот, знаешь, вот смена настроения. Пойду напьюсь и включу там певца Олега. Либо же там ой, как классно тоже включу Олега. Но это все на каком-то вот этом эмоционально неврозном либо же подъеме, либо же спаде. А вот то, что мы лицезреем на Ютубе, то, что мы лицезреем на фестивалях, это, конечно, совершенно другая музыка. И вот опять же, национальный отбор украинский на Евровидение демонстрирует нам ну, громадную палитру и жанров, и голосов, и манер, и стилистики. И меня это очень-очень сильно радует. Да, сквозь вот эту вот стену из кокошников, блондинов, народных артисток, ты, ну, тебе даже не нужно лезть уже туда, потому что есть огромные диджитал-партформы, где и о тебе узнают, и ты можешь продемонстрировать свое творчество. Опять же, вот взять творчий, вообще о них ничего не знал, а оказывается, у них миллионные просмотры на Ютубе. И вот хорошо, что есть, ну, вот такие вот, вроде как бы народные отборы, потому что смотрит-то аудитория разная, и дядя Коля, и девочка Маша. И они видят, что есть совершенно другая музыка, другие артисты, они ведут себя иначе, они, они другие, это классно, они современные, что они другие, они современные, потому что в основном я слушаю американскую музыку, европейскую, то есть я вот там вот, я вот там вот, мне как-то больше нравится следить за мировыми трендами, чтобы быть в тренде. Я обожаю вот наблюдать за изменениями трендов, например, в музыке сейчас это либо же демонстративная такая вот бодипозитивная позиция, та же Лиза, возьмем ее, то есть совершенно не скрывает вот свои телеса, здесь целлюлит, здесь подача, какая-то очень активная, далее такая, смотрите на меня, либо же полная сексуальность, как Билли Айлиш, мы даже не знаем, как она выглядит под этими своими пижамами, но при этом мы ценим и мы оцениваем в первую очередь их творчество. Последний вопрос, как ты оцениваешь шансы украинских исполнителей сейчас на Евровидении? Достаточно высокие, потому что конкурс Евровидения это своя история, и вот если вы сейчас ухмыльнулись, мол, кто его смотрит, друзья мои смотрят, и количество фанов Евровидения плюс-минус одинаковое, все остальные просто вот следят и шумиху создают. А вот фаны, они, ну, у них свое комьюнити, свои каналы, свои герои, и действительно, это праздник, которого очень ждет большое количество людей. И вот последние несколько лет тенденция на Евровидении это исполнять песню на своем родном языке. Опять же, Италия уже который год представляет победителей СНР, они поют только на итальянском, и занимаются очень высокие позиции. И что мне нравится, хотя я не голосовала за группу Go A, мне нравится вот припев Solovey, Solovey, каждый иностранец его сможет напеть. Да, это не моя музыка, это не мой голос, я не голосовала за эту группу, то есть, ну, я вот не поклонница такой вот современной этнике. Но, опять же, вот эта вот готика, она всегда в моде. Плюс, ну, во-первых, это коллектив, это не сольный исполнитель, спетый коллектив, тоже круто. Конечно, нужно будет поработать над комьюнити, коммуникацией, простите, над коммуникацией с журналистами, потому что вот голосуют в основном фаны, а они приезжают на две недели, они ходят на фан-встречи, они отслеживают блогеров, обзоры, дневники, и опять же, вот самому конкурсу предшествует еще месяц вечеринок по Европе, которые не то, что забиты людьми, там снимаются огромные площадки, продаются билеты, и вот самые интересные артисты, ну, а также у тех, у кого есть бюджет, приезжают, и вот эти вот исполнения первые живые просто расхватываются блогерами, разносятся по ютубу, и это тоже дает дополнительный бонус, бонус артисту, при, когда уже будет голосование, ну, давайте не забывать, что это телевизионный конкурс, но все равно в телевизионной версии слышна каждая фальшивая нота, я была несколько раз на, непосредственно на полуфиналах, на финалах, на конкурсах Евровидении, и в зале совершенно по-другому все слышится, в телеке, ну, просто фальш-фальшю, в зале чистейшее исполнение. Монро, большое тебе спасибо, я думаю, мы еще встретимся на нашем новом канале, может быть, даже раньше. Это была Политека Лайф, в студии была Инга Бизири, и неугомонная Монро, именно так называется, блог в Монро, смотрите нас, не пропускайте наши новые видео, и хорошего всем дня, вечера, утра, до свидания.